Это настоящая встреча поколений, на которой молодежь знакомится с частью своей истории, что называется «Из первых уст». Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. В осажденном городе от голода за это время погибло более 630 тысяч человек. Александр Орлов – непосредственный участник тех событий. Вот уже более 20 лет он возглавляет в Анапе общественную организацию «Блокадники Ленинграда». Несмотря на то, что минуло 73 года, он до мельчайших деталей помнит все подробности того страшного времени. И кору деревьев кушали, и крыс ели, и собак, и кошек. Всех кошек и собак всех в Ленинграде к 42 году съели. И только в 43 году горосполком, Ленинградский горосполком вынес решение. Из Ярослава целый эшелон пришел, мяукающая дивизия их назвали. Крыс было столько, это армия просто, их давили танками, машинами давило. Но их невозможно. Мама у меня пошла на работу, ее чуть не съела. Она вовремя успела. Видишь, что идет по улице целая, ну, я не говорю, ну как, волна. Волна прям как кошеки. Крупные, они отъевшиеся, полно трупов, они еды навалом. Если на их дороге встречался человек, который ослабленный от голода, они его моментально сжирали. С каждым годом участников военных лихолетий становится все меньше. Сегодня на встречу с молодым поколением пришли немногие. Александр Орлов, Галина Яшкина, Тамара Навражных, Владимир Пуганов и Галина Мальгунова. И у каждого из них своя история в осажденном городе. В то время они были такими же, как и школьники, которые сегодня пришли на эту встречу. А вот испытания на долю детей-блокадников выпали совсем не детские. У нас детей организовывал дворник был, и участковый, милиционер называли мы. У нас всегда была обувь резиновая. И вот мы, мне давали два мальчика, или меня к ним, как говорится, присоединяли. И как бомбежка, а это точно, бомбежку я помню. И нас на крышу с ребятами во главе с дворником. И мы сбрасывали, как вот прекратится немножко бомбежка, мы сбрасывали фугаски. А разбрасывали фугаски, значит и не было пожаров таких больших. Каждый блокадник рассказал свою историю жизни в осажденном городе. И все эти рассказы не были похожими друг на друга, но показали, насколько мужественным, смелым и стойким было это поколение. В ответном слове молодежь Анапы поблагодарила ветеранов творческими подарками. Прозвучали стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне. А в завершение встречи организаторы мероприятия подарили гостям продуктовые наборы, памятные подарки и цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова